Но вот они и соблазнили приезжего. Через несколько дней, 2 апреля, зашел он вновь в храм Божий. Попросил у служительницы разрешения перед иконой помолиться. Пожилая женщина, за 60 уже, разрешила. Молитва – дело хорошее. Только вместо святых слов прозвучал в храме смертельный свист ножа. Грабитель ударил женщину клинком в живот, а когда она упала, добавил ногой по голове и руке. Такой вот заезжий богомолец оказался. Взял он приглянувшиеся вещи, заодно прихватил кружку с пожертвованиями прихожан. Поймать убийцу для полицейских было делом чести, со своей работой они справились, тем более, что и простые люди помогли. Тогда правоохранителей, даже митрополит Рязанский Михайловский Павел наградил, вручил грамоты, назвал героями. Такова информационная фабула этого дела. Разбойник теперь на скамье подсудимых, и наказание ему будет по всей строгости людского закона. А уж как он со своей душой и совестью будет разбираться, то дело уже сфер высших. Надеемся, наказание будет адекватно тяжести преступления. Продолжение следует...